Минфин России Минфин России от рублевых интервенций, поступление валюты в резервный фонд в данном случае не будет сопровождаться эквивалентными закупками на внутреннем рынке. Сделки будут представлять собой условную передачу части золота валютных резервов Банка России в находящийся под управлением Минфина резервный фонд. Поэтому давление на платежный баланс страны со стороны Центрального банка от исполнения бюджетного правила в текущем формате не будет. Соответственно рубль по-прежнему продолжит получать мощную поддержку от отмены скупки валюты на открытом рынке. Но стоит заметить, что даже с этой поддержкой российская валюта сейчас выглядит довольно слабо. Цены на нефть после внушительного роста в августе в последние дни перешли к коррекционному снижению. Но все же, несмотря на эти потери, стоимость углеводородов продолжает поддерживаться на высоких уровнях из-за опасений экскалации напряженности вокруг Ирана. Эксперты оценивают возможное падение экспорта из этой страны от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки. В случае, если государства, импортирующие черное золото из Ирана, под давлением США будут вынуждены свернуть поставки, что вызовет локальный дефицит энергоносителей на рынке. Цены на нефть после внушительного роста в конце августа в последние дни перешли к коррекционному снижению. Но все же, несмотря на эти потери, стоимость углеводородов продолжает находиться на высоких уровнях из-за опасений экскалации напряженности вокруг Ирана. Эксперты оценивают возможное падение экспорта из этой страны от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки. В случае, если государства, импортирующие черное золото из Ирана, под давлением США будут вынуждены свернуть поставки, что вызовет локальный дефицит энергоносителей на рынке. Ваш индивидуальный способ достижения цели.